Всем салам алейкум и здравствуйте, мои хорошие! Я просто не могла пройти мимо этого комментария и не ответить Татьяне. Татьяна разместила этот комментарий под моим видеороликом, где Владимир Зеленский рассказывает о том, что умирают дети, женщины и старики, которые абсолютно ни в чем не виновны. На что она пишет такой комментарий? Как быстро Зеленский забыл про Крымский мост? Женщина, во-первых, Крымский мост это мост Украины. Это раз. Резолюциями ООН, международным сообществом признается как территория Украины. Россия всего лишь оккупировала временно этот мост, Крым и определенные территории Украины. Опять же, временно. Во-вторых, девушка, вы сравниваете человеческие жизни с мостом? Интересно, вы живой человек? Вы бот? Или вообще, я не понимаю, конечно, как и чем так можно думать, чтобы сравнивать мост и жизни людей? На самом деле, ребят, это просто шок. Это еще раз доказывает, как настроены некоторые люди из России. Их настрой. Украина вам ничего плохого не делала. Украина сегодня находится на своих территориях. И все военные действия происходят именно на территориях Украины. Вы об этом думали? Вы же в России сегодня сидите в теплых домах, пьете чай, кушаете, ходите на работу, в то время как украинские дети, украинские женщины и старики, обычные граждане, сидят без газа, без света. А как-то мы идем к зиме. Вы не забыли? Холодно. Мой дядя выслал мне видео, где он со своей супругой и со своей дочерью бежит в бомбоубежище, чтобы спрятаться. Супруга его только после операции. Вы хотите мне что-то еще рассказать и здесь доказать? Все те, кто сегодня защищают оккупацию территории Украины, защищают эту грязь. Я просто хочу сказать, что вы не люди, но запомните, это просто так не останется. И дело не в нас, в простых людях. Есть Бог, который обязательно возвращает все то, что вы делаете с другими людьми. Поэтому ждите и мы подождем. А пока мы все молимся за Украину, за справедливость. Продолжение следует...